А мы продолжаем выпуск. Ни для кого не секрет, что сегодня благоустройство двора в первую очередь зависит от инициативности жильцов. Для воплощения в жизнь идей граждан на протяжении почти 10 лет работает программа поддержки местных инициатив. Так, в рамках проекта в регионе в этом году уже реализовано более 200 идей. Это оборудование детских и спортивных площадок, парковок, систем видеонаблюдения и многое другое. Как стать участником программы, что для этого нужно, поинтересовался у бывалых участников наш корреспондент. Еще этой зимой во дворе пятиэтажки на проспекте Ленина в Твери были старые советские паутинки и качели. Спустя полгода придомовую территорию не узнать. Сегодня здесь радует глаз новая современная детская площадка. Ее торжественно открыли в преддверии Дня защиты детей. До этого у нас была еще старая площадка, в ремонт стали на постройки этого дома. Железная с горкой, ну красили вроде, ну нормально. А потом нам приехали, вот это вот все, ну все обрадовались. Вот сейчас дети играют, по-моему, хорошо. Детский городок появился здесь в рамках программы поддержки местных инициатив. Стоимость проекта около 450 тысяч рублей. Большая часть стоимости, а это около 300 тысяч, субсидий из областного бюджета. Остальное взносы жильцов. По рекомендации пролетарского района приняли участие в этой программе жители нашего дома. И благодаря этой программе у нас получилось получить данную очень хорошую детскую площадку. Чему очень рады, потому что очень много детей играет, очень сильно украсился дом. Программа стартовала в регионе в 2013 году. Только за последние пять лет в ее рамках обустроено более полутора тысяч объектов. В этом году для участия было подано 277 заявок. Реализовано уже 213. Это проекты по улучшению качества водоснабжения, дорог, уличного освещения, оборудования, детских и спортивных площадок, мест сбора твердых бытовых отходов, ремонт домов культуры. Но чаще всего граждане инициируют благоустройство дворов. Так, придомовая территория на Смоленском переулке участвовала в программе четыре раза. Здесь всегда была лужа под качелями, когда дети на ней качались, как бы песок, который превращался в грязь во время сильных дождей. Поэтому вот мы выполнили резиновое покрытие, оно достаточно эстетично. А еще была оборудована автомобильная парковка и спортивный уголок. Для того, чтобы сделать двор Образцова, нужна инициатива. Делится опытом председатель ТСЖ и рассказывает пошаговую инструкцию. Для начала определяем проблемы, составляем анкету и проводим опрос жильцов. Спрашиваем, какую задачу нужно решить в первую очередь. Следующий шаг — это проведение собрания жителей уже с представителями администрации соответствующего района под видео и фотозапись. Затем составляется проект. Его нужно, конечно, где-то заказать. Но для себя перед этим определиться, какие вы хотите сооружения. И составляется смета, где обозначается сумма, которая будет задействована в этом проекте. И определяется взнос жителей. На основании этого составляется заявка, которую необходимо направить в районную администрацию. Работа инициативной группы заканчивается на составлении заявки, к которой прикладывается смета, прикладывается проект, прикладываются опросные листы и протоколы. А вообще во всем помогают районные администрации. То есть можно прийти туда в отдел по связям с общественностью. Они подскажут, как действовать, помогут. Можно почитать на сайте Министерства финансов о программе ППМИ. Заявка рассматривается 2-3 месяца. В случае положительного решения проводится аукцион в поисках подрядчика. Но это уже в полномочиях администрации. Кстати, кроме областного бюджета, вклад вносят местные жители муниципальной бюджеты в небюджетные источники. Но в любом случае самое важное – это инициативы граждан, считает глава региона Игорь Руденя. Программа поддержки местных инициатив – эффективно работающий инструмент решения наиболее актуальных вопросов территорий, а также вовлечения жителей в работу по развитию региона. Так, решением губернатора Игоря Руденя в программу включены дополнительные объекты. Самыми активными участниками программы в 2022 году являются Старицкий, Балаговский и Фировские районы и Вышневолоский городской округ.